и так это просто сказка какая-то пока польша поссорилась со страной самых смелых президентов если вы понимаете о чем мы оказывается российские бизнесмены реально стали больше и больше открывать бизнес и варшаве и окрестностях это ни разу не шутка хотя весело не поспоришь ибо только за прошедший год когда напомним коллективный запад особенно мощно побеждал кремль польша открылась порядка 400 новых предприятий владельцами которых являются россияне однако даже это мелочи организация не такие на них не написано кто там генеральный директор или владелец контрольного пакета акции а вот то что действительно серьезно это скандал из-за видео одной российской девушки которая в своем блоге показывает как на самом деле живет россия и начала она конечно с продуктов и магазинов что категорически шокировало жителей польши у которых зима на носу а газ как бы золотым так и остался плюс ничего не изменилось лучшую сторону в смысле не подешевела в плане угля от которого варшава тоже отказалась в первых рядах чуть больше года назад а также дрова в польше тоже большая роскошь чем топливо и вот на таком фоне милая барышня из россии в интернете публикует ролики про то как в местных магазинах все хорошо и даже цены не кусаются потому что в стране самых последних санкций еще и безработица стоит на минималках причем не торопитесь писать что дескать москве может быть все и хорошо вот где-то в глубинке и так далее со всеми остановочками журналисты польши как раз пишу что они сами в шоке от увиденного и хотя дескать нет повода не думать что путин лично заказал такую пропаганду российской девушки но читатели ровно из непобедимой варшавы почему-то сильно загрустили а потом совсем пришли уж а потом совсем пришли уж ошеломительные новости еще больше ужасных подробностей как обычно через пару секунд здравствуйте друзья меня зовут влад сировки автор канала не конец истории из хороших новостей по рассказам друзей даже ведущий популярный ток-шоу уже иногда так и говорят это не конец истории из не очень хороших после отмены монетизации на ютюбе в россии особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили проект держится на честном слове и без вашей помощи очевидно никак а между тем несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей мне чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей приходится их перебирать находить то о чем еще можно говорить команде собирать ролик рисовать обложку и так далее казалось бы простое занятие но это только так кажется поэтому мы очень надеемся ведь вас много на вашу помощь номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику не бросайте нас ведь это не конец истории и так в польше скандал скандалом погоняет и теперь помимо инфляции помимо проблемы местного населения опубликован хитрый план на случае если москва захочет напасть на варшаву да да не спрашивайте зачем это кремлю ибо план про который мы сейчас расскажем как раз разработан министерством обороны польши а слил его в общий доступ министр обороны польской республики и вот если вкратце армия путина за неделю дойдет до вислы причем никакого сопротивления при этом шойгу не встретит и хотя польская армия затем сделает попытку закрепиться на правом берегу вислы но и там защитники демократии смогут продержаться не более двух недель и хотя самое классное приходится на последний пункт ибо здесь указано что если товарищи по нато не придут спасать своих товарищей то русским придется принимать состав россии варшавскую люблинскую и другие губернии по списку согласитесь отличный план ведь я знаю что москва любит проигравшим строить дороги заводы школы и всех кормить тем более с учетом видео в сети российских магазинов предложение не самое надо сказать и плохое и что тут добавить это точно не конец истории